Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня я хочу сделать видео про осину, про кору осину и ее лечебные свойства. И не только антипаразитарные, но, кстати, об этом отдельно. Я сейчас поясню вам, насколько они сильны и против каких паразитов, которые трудно убрать любыми химическими препаратами, действует кора осины. Но еще, что это уникальное лекарство при воспалении легких, при различных пневмониях. Она применяется при проблемах с печенью, селезенкой, но она применяется и при бактериальных проблемах, в частности, при туберкулезе. Все, о чем я сейчас говорю и буду говорить, есть. Документальные подтверждения, это все исследования, медицинские, официальные исследования и заключения. Вы сейчас увидите презентацию, которую я буду комментировать. Итак, обо всем по порядку. Я очень давно не снимал видео про какие-то отдельные препараты, вещества, но сегодня есть повод, потому что мой коллега, мой партнер создал препарат, который называется Эспенель. Это водный, густой концентрат коры осины. То есть, это даже не сама кора осина, и ее не надо запаривать. А это водный экстракт коры осины, концентрированный экстракт, который представляет из себя вязкое пастоподобное вещество темного цвета, которое, конечно же, имеет горький, насыщенный вкус, со специфическим запахом осины. Он выпарен при низких температурах в вакууме, то есть на вакуумном оборудовании с сохранением всех полезных свойств. Это не вареный экстракт. Тут сохранены все действующие лечебные вещества. Препарат не имеет аналога в мире. Эффективность его очень высока. И вот теперь как раз послушайте видео о, во-первых, действующих веществах и свойствах коры осины, и, во-вторых, об этом уникальном препарате, водном густом концентрате коры осины. Сначала коротко, потом подробно. Свойства. Это натуральный абсолютно безопасный продукт, который обладает очень выраженным противопаразитарным, антибактериальным, противовирусным и антиоксидантным действием. По отзывам и исследованиям специалистов, этот экстракт эффективно воздействует на паразитов. Причем он рекомендуется к применению даже в хроническую фазу развития пистархоза и лимблиоза, особенно при наличии противопоказаний к назначению врачами синтетических препаратов, о которых я много раз в своих видео про паразитов говорил и не рекомендовал их применять. Например, паразиквантель, декарис, вермокс, все то, что приводит к возникновению, сейчас это уже научно доказано, онкологии различные, проблем с печенью, почками и так далее. Этот препарат применяется при повторном прохождении антипаразитарной программы. Я лично рекомендую его применять после прохождения набора антипаразитарного для закрепления эффекта. В сложных случаях иногда антипаразитарного набора не хватает, по крайней мере, одного курса. Так вот, добить паразитов этим препаратом можно будет абсолютно точно. Итак, для повторных курсов дегельминтизации он применяется. Внимание, этот экстракт не опасен для аллергиков, а в народной медицине кора осины применялась еще и при проблемах с суставами, при опухолях суставов, при ревматизме, при артрите, при болезни почек, при отложении солей, при цистите, при заболевании желудочно-кишечного тракта, при простатите и геморрое, даже при сифилисе и при онкологических заболеваниях, поэтому, кстати, у кого, не дай бог, но есть, онкологию можно вводить, применять дополнительно вот этот экстракт коры осины. А дубильные вещества, содержащиеся в коре осины, смолы и фенолгликозиды, они проявляют очень сильную противомикробную и противовоспалительную активность, эффективны, особенно в виде концентрата экстракта. Солицин, который содержится в коре осины, обеспечивает жаропонижающие и противовоспалительные эффекты. Итак, данный экстракт применяется в борьбе с воспалениями легких, ревматизмом, малярией и огромным количеством других болезней, которые он лечит. Я не буду перечислять все эти болезни, вы сейчас их увидите на своем экране, если захотите, поставите на паузу и прочтете. А также вы можете это прочесть под товаром на нашем сайте nadgar.ru в описании к нему. А рекомендации по использованию даны также в описании под товаром. Сейчас вы их видите также на своих экранах. А сейчас я рекомендую вам посмотреть презентацию, а я прокомментирую ее. Осина – это вид лиственных растений из рода тополь. Род тополь относится к семейству ивовых. В древние времена на осину произносили заговоры. От зубной боли при судорогах в ногах использовали в древней русской народной медицине. В быту из осины делали емкости для засолки, квашения, различных солений, катки для сыпучих продуктов. Делали даже колодцы в воде осина крепчала, в общем-то примерно как дуб и лиственница. Современная медицина и биология давно стала исследовать свойства коры осины, ведь в народной медицине она применялась очень широко, веками, всегда и не даром, так как в осине обнаружены очень многие интересные лечебные компоненты. Химический состав осины весьма интересен. Сейчас вы увидите таблицу антибактериальной активности экстрактивных веществ коры осины. Исследование токсичности фенолгликозидов коры осины выявило, что токсичность сверхнизкая, в отличие от препаратов химических, и даже мыши и крысы и другие животные экспериментально, которые получали очень большую дозу коры осины, не умирали, в отличие от применения химических препаратов. Очень важным, я считаю, пожалуй, самым важным, это гельминтоцидное действие фенолгликозидов коры осины на паразитов, и описан механизм его действия. В опытах показано, что экстракт коры осины, проникая через кожно-мускульный мешок паразита, нарушает структуру его органов и вызывает его гибель. Вот вы видите кадры, показанные на микроскопе, как происходит разрушение системы воспроизводства гельминта под воздействием экстракта коры осины. На этих восьми кадрах все предельно понятно и очевидно. Вот еще шесть кадров, и картина становится абсолютно ясна. А вот, пожалуйста, сравнительная таблица по воздействию коры осины, по побочным действиям от коры осины и бельтрицида. Вот вы видите очевидную разницу. Ну а следующая таблица показывает эффективность, которая через 3-5-6 месяцев практически сравнивается с химическими сильнейшими препаратами, только побочных негативных воздействий от применения экстракта не будет. А вот исследование, очень важное, потому что исследование было на детях. От 3 до 14 лет, я поясню, аписторх это один из самых проблемных паразитов. Поселяется он в печени, заражение происходит со съеденной, например, рыбой. Особенно эта проблема распространена в Сибири. Единожды попав в организм, аписторх может жить до 40 лет, этот долгожитель. И питается он, потребляя клетки нашей печени, то есть он ест печень. Но, разумеется, печень регенерирует, восстанавливается. И проблемы зависят от количества этих паразитов в организме и, конечно, от длительности пребывания его у нас в организме. Поэтому эта проблема в медицине, паразитология одна из самых больших. Поэтому данные исследования о данном препарате, который я сейчас вам говорю, и говорится фактически о только аписторхе как самом проблемном паразите, в общем-то. Ну а про других паразитов и говорить нечего. Разумеется, тут все гораздо проще. Так вот, побочных действий здесь, в общем-то, нет. И эффективность воздействия практически не отличается от страшных, ядовитых химических препаратов. А широта использования данного препарата просто поражает. Недаром я говорил и говорю всегда, что в природе есть все. Чтобы быть здоровым и чтобы вылечить практически любую болезнь, просто люди об этом позабыли, не знают, не хотят знать. А вот еще очень важный вывод. При длительном применении данного препарата, наряду с дегельминтизацией, отмечено отчетливое улучшение клинического и функционального состояния органов ЖКТ. Вот интересное исследование по изучению бактерицидной и бактеристатической активности экстракта караосина в отношении микобактерий туберкулеза. Исследование было на мышах и на морских свинках. Так вот, эффективность комбинированной терапии с включением экстракта караосина мышей было в 100 раз выше, а морских свинок в 10 раз выше, чем при лечении только изонеазидом. Это, конечно, не может не поражать. При воспалениях, тканевых нарушениях легких, печени, селезенки, при пневмонии, экстракт караосины очень эффективен. Самое главное это сохранение воздушности альвеол, то есть их функций в газообмене между альвеолами легких и капиллярами крови, что очень важно в связи тем более с нынешней, скажем так, эпидемией коронавируса и вообще любых вирусов, которые поражают легочную ткань. Более того, установлена способность экстракта караосина сдерживать развитие тканевых нарушений легких, печени, селезенки, при туберкулезе. Данный экстракт препятствовал развитию пневмонии и активировал процессы заживления легочной ткани. Вот где проводились исследования по туберкулезу легких, пожалуйста, на 20-й странице. Это все видно. Обязательно поставьте на паузу, прочтите вот эту страничку с очень важными выводами. Посмотрите отчет о клинической апробации экстракта. В самом низу это видно. Проводились исследования в Кемерово, профессорам Копыловым и профессорам Подолужным. Вот еще, пожалуйста, посмотрите. Следующую страницу 23, страницу 24. Посмотрите. И исчезла, либо существенно уменьшилась одышка у больных туберкулезом. Исчезли жалобы со стороны органов пищеварения. Исчез кашель. И симптомы интоксикации либо исчезли, либо значительно уменьшились. Ну и вот главный вывод данного исследования по туберкулезу. Посмотрите, пожалуйста. Сразу хочу сказать, что если речь идет про бронхиты, трахеиты, воспаление легких, то это лечится корой осины в полной мере абсолютно без всяких дополнительных методик лечения. А вот посмотрите основные действующие вещества, которые обладают антимикробными действиями. Вот каким образом происходит нарушение метаболических процессов микобактерий, роста их развития и как происходит их подавление. Ну а в самом конце я хочу вам дать ссылки на некоторые диссертации, докторские и кандидатские, про экстракт корой осины. То есть, чтобы каждый человек понял, насколько все это серьезно. Вот, пожалуйста, потом. Вот научные публикации. Как вы видите, их очень много. Вот исследования по экстракту корой осины. Заключение. Ну и, пожалуй, на этом, наверное, все. Но в заключении скажу следующее. Новый экстракт Эспенель является самым эффективным среди всех препаратов корой осины, которые когда-либо были произведены. По сухому остатку это 66% концентрат. Еще раз напоминаю, произведенный абсолютно холодным, новым, но революционным, можно сказать, способом, вакуумной экстракции. О том, как его правильно применять, написано под этим товаром, у нас на сайте nadgar.ru. Рекомендации по использованию внимательно изучите. И применяйте в соответствующей терапии о тех или иных заболеваниях, недугах, о которых здесь также подробно все сказано. Но Эспенель не один, из этой серии есть еще ряд препаратов, только уже для других назначений к применению. Например, Акимель, концентрат клеточного сока тысячелистника, Кедрель, концентрат клеточного сока кедровой лапки, Пихтовый бальзам Пихтель, Витофит, это фитонцидная вытяжка из пихты, очень широкого назначения, Витофлорель К, водный экстракт пихты, концентрированный, Витофлорель Кедровый, концентрат экстракта кедра. И ожидаются новые препараты. Я рекомендую вам ознакомиться с их свойствами. В описании под этим видео, там я оставлю ссылки на каждый из этих препаратов, вы можете нажать и зайти на эту страничку, прочитав их свойства. Как и для чего они применяются. И последнее, что я хочу сказать, это действительно редчайший случай, когда выходит свет, что называется, какой-то принципиально, ну не новый, но очень важный препарат, то есть натуральный, очень эффективный и нужный, пожалуй, всем людям в той или иной связи, потому что вот, собственно, назначения настолько широкие, да и одного антипаразитарного эффекта достаточно, причем такого специфического по воздействию на легкие, на печень, где нет никаких проблемных побочных действий, а эффективность так высока, что практически сравнивается с химическими специализированными препаратами, но только без разрушения почек, печени, кишечника, и не вызывает онкологию, а более того, является противоопухолевым, противораковым препаратом. Ну а где приобрести, если захотите, конечно, этот препарат, вы уже теперь знаете, тем более, что ссылка будет дана прямо вот под этим видео, которое вы сейчас, я надеюсь, досмотрели до конца. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru, посмотрите хотя бы два раздела, отзывы и новинки, ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары, вы можете заказать на нашем сайте, мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира, от Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата, поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био, зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на ютубе для рубрики, ответы на вопросы и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня ютуб-канал специально по продуктам, там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет, измеряйте среду обитания, ну где вы живете и работаете, на радон, радиацию, электромагнитное излучение и себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее, под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует ютуб. Мало ли что с ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Да, и под этим видео будет ссылка на информацию о продаже территории 160 гектар с озерами в Псковской области. Я продаю эту территорию, так как два крупных хозяйства, ну просто невозможно физически и морально тянуть. Это уникальное место и уникальный проект. Я хотел бы продать его в хорошие руки. Ссылка будет в описании. Ну а на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания.